Но как же это все связано с нашей рукой, с нашим орудийным поведением? А я не стал бы говорить про социальность, если бы это не было бы прямо связано с проблемой руки. Давайте вот о чем подумаем. То, что ваше тело управляется нервной системой. Это, вероятно, все слышно. Как называется отдельная программа, вот отдельный файл, вызывающий то или иное конкретное действие. Название знаете всех? Ну, рефлексы в том месте, рефлекторная программа. Так, слово рефлексы слышали? По-вашему, количество врожденных рефлексов может и быть бесконечно большим. Нет. Значит, если они врожденные, то значит, они записаны на ДНК, генах, в конечном итоге. Сегодня, во всяком случае, основа, значит, записана. Там непосредственно записана в ДНК не бывает, там хитрее, но основа все равно пишется. Хорошо. А объем-то программы у нас не бесконечный. Ну, нельзя туда набивать слишком много. Тогда попробуем сравнить вот что. С вашей точки зрения, что сделать проще? Написать программу, в которой указано, как будут работать разные части вашего тела. Вот они, разные части вашего тела. Или написать программу, как будет работать ваша рука, взявшая камень. Скажите, пожалуйста, тело у всех людей на свете более-менее одинаковое? Более-менее два. Скажите, пожалуйста, а бывают ли на свете два одинаковых камня? Нет. Не бывает. Бывают ли на свете две одинаковые дубинки? Да. Значит, ребят, вопрос-то сделать мы пока не рассматриваем. Вот я подбираю предмет. С какой вероятностью этот предмет окажется точно таким же, как другой предмет? Да нет такой вероятности. Хорошо. Как вы будете писать программу, где включен непонятно какой участник? Непонятно. Знаю, честно. Нет, способы написания, конечно, есть. О чем это говорит? О том, что создание орудийных программ на самом деле требует не просто некоторого развития нервной системы, а очень серьезного развития нервной системы. Орудийная программа сложнее, чем программа просто движения тела. Но зато бонус оказывается совершенно фантастическим. Это главный бонус, благодаря которому мы здесь с вами. Скажите, ваше тело, которое вы сегодня имеете, у ваших предков, допустим, всего 10 тысяч поколений назад, было точно такое же бонус? Нет. А за счет таких процессов происходили и накапливались очень медленно, но в каждом поколении вот эти изменения. За счет чего вообще все в природе происходит? А за счет эволюции. Материал для всех изменений. Это что? Вот так. Нет, окружающая среда, это не материал вашего тела, извините. Ваше тело вот так, среда вот так. Ну, 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 правильно я нашел, кто-то сказал. Ну? Ну? Эволюция? Мутации. Эволюция – это процесс, который не был бы возможен без одного условия. Мутации. Без мутации, разумеется. Мутации понять очень просто. Ну, я не знаю, что вы сейчас по литературе что-нибудь проходите. Ну, вы зайдите. За что-то на вас, обидевшись, дает вам следующее занятие, задание. Возьмите, пожалуйста, второе собрание сочинения. Перепишите от руки к следующему углу. И принесите мне. У вас нет выхода, вы вынуждены выполнять. Вот вы сели. Вот смотрите, ваша работа. Вы от руки… Вы можете смотреть текст? Да. Вы переписываете от руки. Как, по-вашему, реально или нереально скопировать текст, не допустив ошибок совсем? Абсолютно нереально. Причем это математически доказано. При любом копировании достаточно объемного текста обязательно будут происходить случайные ошибки. Они действительно неизбежны. Вот как называются случайные ошибки при копировании наследственной информации. Вот это и есть мутация. Мутации носят совершенно случайный, абсолютно непредсказуемый характер. И вроде бы ожидать, что на основе абсолютных случайностей что-то целесообразное, то есть подходящее для определенной цели, произойти, ну как-то не видно, чтобы оно происходило. Это одна из самых красивых игр, на самом деле, которую можно было бы проиграть, если у меня еще 3-4 занятия, мы бы с вами проиграли. Показать, как на основе случайных игнив возникают вполне закономерные и сложнейшие системы. Так? А как по-вашему? А какие изменения в ходе эволюции могут происходить быстрее? Изменения тела за счет мутации или изменения поведенческих программ, вот если я при помощи орудий получил возможность совершать действия, которые без них я не могу совершать. Вот как положено, что быстрее будет эволюционировать? Поведенческие программы, которые не врожденные, я их сам строю, я их создать нею. Так? Или эволюция тела, телесная. Конечно, поведение. Конечно, поведение. А в результате возможности приспосабливаться к самым разным вариантам окружающей среды и решать те задачи, которые без орудий в принципе не разрешены. Так? Отпустим, да. Осваивать те территории, которые без сооружений и без орудий, для существ нашего типа совершенно без орудий. Вот только после этого возникают подобные возможности. В основе этого способность наших кистей хорошо удерживать предметы, совершать очень тонкие, очень точные движения. Вы учтите, есть такая штука, слово мышление, интеллект, наверняка слышат. Естественно. А ты догадаетесь, но человеческий детеныш, да? А в каком возрасте у него вообще начинают формироваться основы интеллекта? А может быть, дошкольного возраста? Ну, спасибо, с полугода. И что служат основы? Хватание души. На первом этапе и еще очень долго. Интеллект у нас с вами ручной. Это моторный интеллект, интеллект руки. Человек, который руками ничего не умеет делать, ровно так же никогда не научится, как следует делать что-то мозгами. Но интеллект напрямую связан с интеллектом привычной нашей формы, поэтому мелкая моторика во всех детских возрастах, но исключительно полезна. Возня с компьютерами, возня с вышиваниями, рисования, лепка. Вот всегда, когда необходимо делать точные, точно регулируемые, мелкие движения. Так?